Снова здарова, дамы и господа, на связи Роман и канал Фрисенгеймс. У нас еще одна игрушка из старых моих запасов, называется она Skinwalker Hunt. Это смесь между сурвайвалом, хоррором и симулятором охоты. Очень интересно, что же это все-таки такое. И здесь большая еще красная надпись, которая гласит, что игра находится на стадии разработки, поэтому давай будем посмотреть. А выбрать локацию Longwind Valley, США, Чернобыльский лес Украины, дополнительные локации находятся на стадии разработки. То есть Украину я открыть, видимо, не могу, пока не пройду Longwind Valley. Но окей. Когда вы начнете охоту, расположение лута и большинство интерактивных объектов будут выбрано случайным образом. Я согласен, поехали. Большинство людей не верят сверхрестественные, но мои люди всегда знали, что некоторые индейские легенды основаны на правде. Почему индейские? Индийские. Индейские. Индейцы. А, да, индейские, все правильно. С раннего детства меня учили бороться с темной стороной сверхъестественной, и я видел вещи, которые находятся за пределами нормального. Несколько недель назад изуродованные тела туристов были найдены в Longwind Valley. Люди отмечают, что местные животные начали вести себя очень агрессивно, и по ночам иногда слышно необычный рев какого-то животного. Это определенно знаки присутствия скинуокера, и эти животные, вероятнее всего, находятся под влиянием скинукера. Скинукер? Скинуокер. Тут как бы сами еще разработчики не определились, как его звать. Владельцы этой земли совсем отчаялись, и она не для меня, чтобы я решил эту проблему. Скинуокеры обычно избегают прямых солнечных лучей, поэтому я решил охотиться на него ночью. К счастью, у меня есть необходимая подготовка и оборудование, чтобы справиться с этим. А у меня, к сожалению, нет. Нажмите там, чтобы открыть меню действий. Ага, у меня есть аптечка, у меня есть тотем. Охотника позволяет тебе определить местоположение скинуокера и может быть использован для сохранения игрового процесса. Установлен тотем уведомит тебя, когда скинуокер находится в пределах 200 метров от тотема. После установки местоположения тотема изменить невозможно, поэтому выбирай точку установки с умом. Окей, четыре тотема. Согреться, пожарить мясо я могу. В разделе рюкзак можно найти информацию. Оу, ни хера себе. Тут еще и налобные фонарики и прочее разное. Окей. Есть еще еда. И есть капканы. Так, ладно, хорошо. А где звук? Звука, кстати, вообще не слышу. Настройки. Настройки. Звук. А где тут звук? Звук. Тут есть вообще звук? Громкость звука на максимум. Громкость музыки. Так, окей, тогда это я, значит, получается у себя на компьютере добавляю, да, громкости? Ну, давай на два царик попробуем сделать. Каждый раз, когда тебе наносят урон, уровень твоего максимального здоровья немного снижается. Окей. Так, ладно, взять патроны. Я взял 25 из 25. Так, есть. Ага, это фонарь. Ку, чтобы открыть карту. Охренеть, вот эта карта здоровенная. Так. Допустим. А тут есть где-нибудь безопасные места? Так, я могу шифтовать, если что. То есть на всякий пожарный я могу просто от него убежать, да? Или он супербыстрый? На дерево могу залезть? Не, не могу. И сколько скинуокеров тут вообще должно быть? И животные ведут... И животные ведут себя агрессивно. А какие животные? Все? О, нихера там вышка есть. Погнали на вышку сгоняем. У меня есть необходимые навыки и оборудование. Я ничего не боюсь, я прям вот этот весь... О, Леха. Ага, взять. А, пометка добавлена на карту. Ага, сырь. А это что такое? Я взять не могу. Так, это мне получается, если я прямо пойду, то там типа будет место, где его когда-то видели. Допустим. Наверное, давай я, знаешь, каким образом сделал? Я, наверное, вот здесь прям тотем шлепну. Типа здесь безопасное место. Есть. А как я могу с ним взаимодействовать? Увеличить... Расширить радуючую свистельность тотема на 50 метров за 50 очков здоровья? Я лучше сохраню процесс игровой. Что это значит? Со временем максимальный уровень выносливости будет восстановлен. Это что? Это типа я испугался или что это? Да ну нахуй. Я ничего не испугался, я ничего не боюсь. Я туда иду, я туда иду. Мини-карты, если честно, не хватает. Кто-то где-то то ли шепчет, то ли... Что за звуки? Камни. Главное не сцать. Где? Где? Я открыл... А где он? В смысле? Непонятно. Это там в углу, что ли? Так я же заметку нашел про него в углу. Пока немножко не ясно. А-а-а-а, я вон на компасе метку поставил и все, и теперь я могу просто по компасу ориентироваться без вот этого открытия-закрытия карты. Допустим. Что, я не могу туда залезть? Бляха, страшно. А вот здесь, судя по всему, какой-то дом есть. Давай я, наверное, до дома сначала дойду. Мне почему-то кажется, что там какой-нибудь амбар или что-то типа такое. О, что это такое? Костер. О. А-а-а. Ну, ко мне максимум патронов. Писали еще про животных. Где животные? Где медведи? Где волки? Где лисицы? Белки? Все вот эти агрессивные хищники. Да, зыри, там огромный костер какой-то горит. Тихо, спокойно. Я потихоньку начинаю очковать. Хотя, казалось бы, зачем? Так, я еще один тотем тогда тут поставлю. Хорош. Так, отлично. У меня есть два тотема. О, что это такое? Набор для чистки оружия. Предназначен для чистки оружия. Чистка оружия полностью убирает вероятность осечки. Просто экипируйте оружие, чтобы почистить его. А, у меня винтовка уже почищена. Блин, не надо было брать. Капкан. Хорош. Еще один капкан. И куда я могу поставить компкан? А я могу сюда с разгона запрыгнуть? Нет. Я вообще, в принципе... Высота прыжка хуевенькая, если честно. Тогда каким образом поступим? Мы, наверное, поставим здесь где-нибудь капканидзе. Это патрошки. Это патрошки, да. Капкан, наверное, вот прям... Знаешь куда? Если что, мы будем убегать. Короче, на эту машину будем запрыгивать. Капкан положим здесь. Тебе нужна ровная земля. А это что, не ровная земля? Так, медвежья ловушка не привлечет скинвокера, пока вы находитесь в радиусе ее... А, это ловушка! Твою мать! Я думал, это капкан, типа, для защиты. А это ловушка, оказывается. В радиусе. А какой радиус у этой ловушки? Засчитается радиусом ловушки? Да, слушай, а радиус-то большой. Хотя, в принципе, наверное, пусть тогда стоит тут. А мы пока пойдем... ...на место, где вроде как видели, типа, скинвокера этого. Если он придет к ловушке, то мы узнаем, потому что здесь тотем. И 100% определим, пришел он или не пришел. Так, я не туда пошел. Сантиметку надо поставить. Так, пока... Цинк. Все окей. Ша, найдем кого-нибудь. Ляха, вот через кусты пробираться, конечно, самое... ...самое не то. Чего хотелось бы. Чего? Ебать! Охренеть, я так в жизни ни в кому-нибудь не попаду. Так, я мясо взял. На кой хер? Так, еда, подожди, еда. Давай похаваю. А зачем я мясо взял? Что у меня вообще в рюкзаке есть? Так, патроны, сырое мясо. Для наживки, для медвежьих капканов. На кастре, кстати, еще можно приготовить. Сигнальная шашка. А для чего? Набор для чистки. А-а-а! Опа. Ах ты ж сволота. Так, ни хера так у него хп-то получается вообще огромное количество. А, он к тому тотему побежал. Так, ладно, подожди. А место-то вот, которое на карте... Давай мы пока туда еще сгоняем. Бляха, еды больше нет. А я могу на этом костре готовить? Да, могу. Отлично. Так, я ем. Давай мы, наверное, тогда от медведей будем пробовать отбиваться вот этой херней. Если я, конечно, не забуду и успею переключиться. Пойдем все-таки посмотрим, что это за место обитания. Может, возможно, у него там какой-то лагерь. Может, возможно, у него там хата. Он там отдыхает. Типа, опа. Где? Показалось, да? Ладно. Но скинмокер, получается, немного сякуха, да? То есть, как только мы ему пулю в лоб, он сразу же убегает. Допустим, тачанка. Тихо. Динамит. А, нет, это сигнальные эти штучки. А, новая пометка добавлена на карту. Так, карта. А, ни хрена себе. Так подожди. Это типа зона обитания или что это показано? О. А это для дробовика, уже патроны. О, блин. Ебать, лось. А что, еще и лоси? Да ладно. Еще и лоси бывают. Хераси, здрасте. Так, подожди. Но это же патроны на дроби. Да. То есть, где-то тут еще, получается, дробыш есть. Ха. Ладно. Чего, залезть не могу? Да, в смысле? А как мне туда тогда прыгать? Походу, по кругу надо идти. Ага. Бляха, ссыкать намаленько. Хотя, казалось бы, у нас ружье. Чего бояться-то? А у них зубы, когти, скорость. Неожиданность. Совсем медведь сдурел, что ли. Аж два выстрела пришлось на него потратить. Зато два куска мяса, кстати. Сможем отхиляться два раза. Смотри, 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 смотри. А, блядь. Я уже обрадовался, думал он тут. Думал, сейчас между глаз ему как зарядить, а нет. Что это я сделал? Так. Оно приближается? А, это типа подозвать его? Допустим. То есть я ломаю тотем, и он, скорее всего, начинает к нам, типа, бежать, да? Он нагрится, мы сломали его вещи. Он такой, у, сука, сейчас приду, как наругаю. Ну, допустим. Почему он в ловушку мою не попал? Капкан мой. А он точно придет? Да, смотри, он идет. Интересно, по какому маршруту он пойдет? По хребту напрямую через гору или как? Или он в ловушку попал, в капкан мой зарядил? А капкан ему наносит урон? Зачем иначе делать капкан, если урон не наносится? Чтобы задержать его? Возможно. Ой, бежит, бежит, смотри. Ну, что-то это несерьезный урон, конечно. Так, ладно, куда-то можно еще тогда задвигаться. Ну, у нас, в принципе, метка есть. Блядь. А что это у меня сломало? Что-то у меня... Что это? Ранение такое жесткое? А как его восстановить? Так, ладно, пока аптечку я трогать явно не буду. Так, он ушел оттуда. Птицы здесь взлетели. Блях, а вот оно еще моргает фонариком, специально, чтобы я по нему не мог вслед попасть. Ну, я до своего капкана по-любому схожу, узнаю, что там с ним случилось. Ага, только мой капкан не здесь. Ебать, еще и кабаны. У вас мне еще не хватало. Так, выносливость заканчивается. Тихо. Я что-то слышал. Это мы на Филинском разговариваем. На Савином. Так, тихо, я стелс. Как я понимаю, залазить на машины не спасает вообще ни разу. Где? Где он? А это вообще законно, что он умеет становиться невидимым? Так, подобрать капкан. Добавить мясо я могу, подобрать капкан я могу. А подобрать мясо? Не могу. Ладно, я пошел. А, все, он ушел далеко. А, тогда что? Тогда поех... Опа. Сейчас прибежит. Оно приближается. И где? Ага, смотри, я мясо подкинул, и радиус действия ловушки увеличился. Капкан. Хм, странно. Чуть на этот раз она не хочет к нам идти. Блин, ну пойдем. Уже в зоне действия тотемы, если что, то это. Ну, ты понял. Ебать. Оно к капкану побежит или к своему... Ох! Вот этого я не ожидал никак. Ты видал, что оно умеет делать? Все, ушло. Я за ним пойду. Тут еще проблемы... Его, кстати, видно лучше всего. Олени, кабана, медведи проблематично заметить. Его заметить достаточно-таки легко. Если он не в режиме стелса. Просто я не знал, что он еще в режим невидимки умеет входить. Это, конечно, будьте здрасте. У меня еще есть четыре капкана. Где бы их поставить, конечно, еще вопрос. О, четыре капкана. Капкана два. Два тотема у меня осталось. Да, два тотема, два капкана. На капкан надо мясо. Надо кого-то убить. Конечно, в идеале убить скинволкера. Я хочу дробовик найти. Мне кажется, с дробовика больше урона будет. Хотя, с другой стороны, охотничье ружье тоже ведь так-то прикладывается. Мама, не горюй. О, а в лагере, интересно, вот к себе он еще будет возвращаться? Нет? Он же где-то шароебится. Он же не может тупо на месте стоять. Опа, палаточный городок. Хочу туда. Я, наверное, буду тотемы ставить в различных местах, типа палаточный городок, вот что-нибудь типа такого. Мне кажется, это будет целеоправданно. И оправданно. Как бы это странно не звучало. Я плавать умею? Так, я умею плавать, окей. А этот дурачок, надеюсь, не умеет плавать. Потому что если он тоже умеет плавать, то это жопа. Потому что я не могу из воды стрелять. И топором махаться не могу. Ага. Вот здесь тотем херану. Очки охотника 4 из 5. Типа у... Ох, ты ж ебать. Увеличивает количество носимых боеприпасов для винтовки и дробовика до 35. И позволяет носить одно дополнительное мясо и еду. Хорош. А я думал бронежилет. Мясцо. Ой, капканушка. Взять, как не взять-то? А я могу туда залезть? Ну все, я типа спрятался. Я остался. Окей. Патроны обязательно. Так, тут пусто-пусто. Тут тоже пусто. Мне нужен, наверное, охотничий... Опа. Мне, наверное, нужен... Надеюсь, без авторских. Мне, скорее всего, нужен охотничий домик. Для того, чтобы там найти дробовик. Для медведей вне радиуса действия тотема, чтобы покрыть большую территорию. Какая разница, вне радиуса действия тотема или в радиусе действия тотема? В чем тут тотем и... Ловушка на медведя? В общем, на медведя. Я думал, этот дурак будет приходить. Медведь-то мне зачем. Так, еда у меня еще есть. У меня, в принципе, с ХП все нормально. Спокойно. О, курочка. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Волки, суки, забывают. Опа. Чего это? Что это? Не понял. что это было тут помимо скинвукер еще кто то есть судя по эмблеме это какая-то бешеная горилла так ладно но просто он был человеческий отпечаток ноги кровавый эмблема это реально какой-то череп обезьяны бешеный ох ебать ботинки позволяйте прыгать 110 метров без получения урона а носки нет так не нахер тебя где этот скинвукер капканов я мало поставил всего два да и область действий у них как бы пересекаются мне по идее надо бы где-то рядом с этими капканами тоже ходить но мне же еще интересно просто походить туда им сюдым найти чего-нибудь интересного дробыш например либо помповое ружье а чё это а хер знает куда он умотал ну и вы реально нигде нет я не то чтобы жалуюсь тихо опа чё за фонарь там брошенная тачка значит стоит мотоцикл брошенный фонарь что это мисцо понятно кто то тут видимо его пиздюлился но это его личные проблемы я тут я то тут причем так как мне туда пробраться через верх наверное вряд ли скорее всего надо обойти ну что в гору мы во первых не лезем во вторых еще больно падаем подумал пещера пещерами еще тут не хватало а сейчас что-то мне это напоминает то ли bigfoot то ли не bigfoot была какая-то игра тоже надо было охотиться на всяких тварей вроде bigfoot нам типа камеры надо расставлять о здесь никаких камер нет опять же тотемы можно в принципе за камеру посчитать патроны на дробыш а уже максимальное количество веревку хорош мощный доскольный дробовик так как этот дробовик старый у него высокий шанс осечки набор очистки оружия может исправить это наличие двух столов позволяет стрелку сделать два выстрела практически моментально нажмите кнопку 3 чтобы экипировать дробовик хорош новый скилл так перезарядка этот навык улучшает вашу способность замечать следы скину кира с большего расстояния на давай наверное сделаем да вы чё толпой поперли ах слушай я наверное тут знаешь что сделает наверное тотем поставлю чтобы сохранить прогресс мне кажется это сейчас будет полезно а это след скину кира а а ну пойдем попробуем шмальнуть него из дробой из дробовика тихо 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 не пойду лучше вдруг я лучше обратно у тотемов капкан еще поставлю на всякий пожарный могу себе позволить у меня их еще два так и как мне туда пройти а ну вот по вот этой дороге а потом будем чисто между тотемов ходить следы опять же выискивать кстати стрелял волка и в кабана был выстрел только один видимо тут надо стрелять не только на лкм но еще и на пкм здрасте покрасьте а как мне наверх или мне не надо наверх нерв мне скорее всего надо наверх чтобы то там ему поломать так это типа дорога не мы пойдем по этой дороге и обязательно по этому мосту пройдемся тихо ох рюкзак какой так а а вот еще раз нашел еще одну отметочку да окей так подожди я до это еще не дошел с дробовиком его скорее всего придется подпустить поближе чтобы шмальнуть в него с обоих стволов теория что это что-то употребил а я видел такую светящуюся дрянь я подумал то просто жучки типа летают светлячки как бы в рот компот знаешь где вот здесь где у нас стоит второй тотем нижнем правом углу там мы шли шли и там где на меня олень напал вот там была такая же светящаяся хрень только чуть чуть подальше еще никого не убил что ли да ладно я никого не убил ерунда какая то фух ебать мы его рассердили блять просто в патчу мне зарядил вот опять невидимый прибежал окей напряжение к местами ну серьезно после того как ломаешь тотем надо прямо отходить куда-нибудь оооо радиовышка стоит а туда можно пройти скорее всего можно надо будет сходить и подать сигнал бедствия а 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 тихо почему перекрестили тру дробовика где он и чё ну ляха не идет ой чего это смысле а чё за яма как ее что-то не было это как не понял что все застрял так не было же это я мы че за наедалово давай 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 почти выпрыгал бляда откуда взялась эта яма давай 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 а бать это яма наверное чтобы его отстреливать так оттуда хрен выберешься так ладно попал хорош так ладно я пошел на вышку сгоняю ну слушай мы ему почти пол хп уже снесли а у нас еще нормально здоровья фонарь начинают у нас моргать когда он приближается но он очень быстро приближается и фонарь начинает моргать поздно это как бы помогает его опознать но с другой стороны еще и мешает потому что как с этим фонарем с раным целится кстати смотри я игру сломал надо приседать и вставать тогда мы можем на любую горку забраться лайфхак кто-то скажет читерство я скажу лайфхай лайфхак че за звук это кабан свиня олень медведь ага пожрать нашли опа туннель пещера серьезно бляха по ходу туннель пещера о это логово этого уебана так на нахуй иди сюда кастрюлька с мясом но здесь конечно вы выцеливать на порядок удобнее вы должны знать зачем я присел свалил кусок говнеца боится хорошо так куда бы еще сходить но в принципе здесь можно попутешествовать мышку-то у меня видно на курсор видно окей когда пойдем здесь еще походим побродим может еще найдем пару тотемов завыли бляха завыли бляха радостью но нет насколько мне вообще кусков мяса сейчас 5 ага он где-то между ними бегают походу 5 кусков мяса это 5 еды с другой стороны зачем у меня проблем со здоровьем пока нет наверное больше имеет смысл в капканы наложить побольше мяса чтобы он часто к ним чаще к ним подбегал о схлопнулась ловушечка прикинь капкан его все-таки коцает офигеть интересно пока капкан после этого сломался или нет но наживка скорее всего ушла но вот мне важно чтобы капкан остался цел как это так был бы тут тотем было бы конечно неплохо типа поломал тотемы сидишь ждешь когда он придет прямо в охотничьей избушке это что такое оккультист что такое еще и магия какая это нихера себе что это за дичь а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Притом они ни хера, у них здоровье-то, мама, не горюй. Ядрё на батона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть ещё как вариант просто-напросто свалить к тому домику? Продолжение следует... 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 Так, ладно, противоядия мне не надо, я-то прошел сам по себе. Охренеть. Что-то я шел-шел за скинвокером и в итоге никуда не пришел. Блин, ну пойдем попробуем оккультистов этих, конечно, забить. Ну мне кажется, это надо через домик это делать, вот так в открытом поле я их не уделаю, это точно. Прям инфа сотка. Так, если мы пойдем где-то куда-то вот типа сюда или сюда, там пещеру найдем, там будет еще одна аптечка. В принципе, с тремя аптечками даже в открытом поле можно их уделать. Просто еда восстанавливает здоровье постепенно и восстанавливает всего 20 единиц. Аптека восстанавливает сразу все. Где эта пещера? А то мы к радиовышке идем. А пещера после радиовышки была? Или как раз там, где радиовышка? Блях, а я не помню. Он меня задел? Нет, не задел. Падла. Кучерявая. Культисты, нихуя себе. Так, вот пещера, отлично. Минус еще в том, что сейва нет. Блин, надо было все-таки один тотем, наверное. Ага, ну он пока далеко. Но он сейчас сюда придет. Давай мы, знаешь, как сделаем? Вот так вот мы его встретим. А, так подожди, если я в него выстрелил, он, наверное, сразу развернется и убежит, да? Ну где ты, дружище? Ты же шустрый. Бляха, че-то я его не вижу. Просто сто процентов я выйду, и он сразу прибежит. Ну, опять же, прибежит, но прибежит. Че бояться-то? Бляха, ну теперь зацепил. Допустим, ладно. Да, оккультисты, честно говоря, подпортили мне планы. Где этот дом-то был? Вышка эта сторожевая. Опа, это че? Убил оленя, прикинь. У него глаза просто в темноте светятся. А от оккультистов от них получается и свалить-то никак не получится. Бляха, пойду мясо заберу. Ладно, хрен с этими оккультистами, пора его валить. Не нашел я домик, без домика я не пойду в чистое поле с ними воевать. Они мне вышатают сто процентов. Опа. Церковка какая-то. Так. Чего это? Не быть страшно. Ну вас нахер. Я наоборот рассчитывал, что Святой Дух мне поможет, а не... Это какой-то плохой Святой Дух. Нехороший. Но зато мне показали нычку, походу, где травушка-муравушка есть. По большому счету, я от нее, конечно же, не откажусь. Сколько времени? Блин, мы сегодня еще не успеем скинвокера, что ли, забомбить? Ну, он пока далековато от меня. Не, ладно, сейчас возьмем траву и пойдем уже прям в открытую, в атаку. Будем прям его гасить, гасить, гасить и гасить. Какой хороший... Какой хороший лайфхак-то я обнаружил, а? Не зря я тогда в яму провалился. Ого-го! Хера у него здоровье отняло. Да, видимо, капкан сломался. Отлично. А когда он чуть-чуть поранился, это что означало? Так, есть контакт. Да, все, здесь капкан сломал. Тварь. Ну, давай туда пойдем пока что. А какие еще варианты? Подожди, а где-то же здесь... О, точно. Сейчас мы его призовем, шмальнем ему в лобешник и тупо за ним будем бежать постоянно. Лишь бы он не убежал к оккультистам, а то будет очень весело. Ага, вот это темушка. Он все там же? Слушай, прикинь, если он в капкан попал, и он не сможет оттуда выбраться. Ведь почему-то тотем там светится до сих пор красным. Ага, все, освободился, походу. Ну, идти навстречу тоже бессмысленно. Мы можем просто-напросто разминуться где-нибудь. Где ты, тварь? Ага, приближается. С какой стороны? Где ты, суча? Слушай, слабо по нему попал. Очень слабо. Хираси, а как он так далеко... Как он так быстро ушел и убежал? Бляха, ушел. Скотинка. Так, ладно. Ладно, давай мы тогда здесь сохранимся. Продолжим уже тогда в следующей серии, потому что, ну, идти же, пассатижа. Как бы есть некоторые трудности, сложности. Потому что нам надо уделать не только его, но мне хочется еще этим оккультистам тварям по голове настучать. Ну, а я еще раз сохранюсь на всякий пожарный. И все. Подписывайся, если интересненько. Ставь лайк, если понравилось. Жду тебя в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. Редактор субтитров А.Семкин